Ну что, друзья, мы начинаем, наконец-таки. Интересный матч, Мнезяк против Фаербата. Два одни, скажем так, не два, одни из самых-самых лучших игроков Америки. И я нисколько не удивлен, что они оба дошли до топ-16. Ну что, посмотрим. Оба, кстати, забанили друг друга магов, что интересно. Ну и первый матч у нас будет Воин. Как я понимаю, это же Воин, или это Брист против? А, это да, Брист против оружия. Ну, посмотрим. Неплохая рука стартовая у Фаербата. У Фреза тоже есть бэкстаб, в принципе, неплохо. Ну что, пошло сразу же зомби, конечно же. Хорошо он здесь смотрится. Я думаю, можно отдавать здесь щит прямо и дропать в карту. Клириков выставляют здесь, скорее всего, не нужно. Может он подставится легко по бэкстаб плюс даггер. Ну и много еще различных вариантов, как можно его убить. А вот Акалит смотрится вполне себе неплохо. Интересный такой приступ Фаербата с двумя Акалитами. Понимает он, что приступ выигрывает только тогда, когда у него полная рука. Есть различные варианты контроля. Так, что-то у меня в контакт. Выходит Талнос. С ним бэкстаб становится сильнее. Собственно, Акалит легко умирает. Неплохая игра. Ну что, хилл. Зомби под клериком. Да, он так и играет. Можно выставить было еще одного Акалита, но решает сыграть чуть иначе. Приходит Деслорд. Вполне себе неплохая карта. А вот интересно, как разыграет Амназиак сейчас. Свои 4 маны. Будет ли выставлять Белчера или Дракона. Или же сразу же разыграет Сприн через подготовку. Убирает он последний вариант. Неплохой заход на самом деле. Можно сразу же убить Клирика с помощью Яда. Ну что, Файрбат задумался. Ну, наверное, Деслорда выставить здесь было бы неплохим вариантом Деслорд. И все. Или же выставит еще одного зомби. Посмотрим. Нет. Действительно. И все. Не выставляет он больше ничего. Зомби остается в руке. И сейчас у Амназиака огромнейший выбор. Из двух вариантов. Что Белчер или Дракон. Или же как-то будет пытаться почистить этот стол. Есть подготовка. В принципе, есть варианты розыгрыша. Задумался Амназиак. И все-таки разыграл Лазурного Дракона. Получил второй веер клинков. Ну что. Разбивает Деслорда. Посмотрим, что выпадет из колоды. Роги. Да. Отличный дроп. Учительница. Здесь смотрится просто шикарно. Ну и что. У нас тут примет на это дело фаербат. Прямого ответа. Легкого нету здесь. Действительно. Нужно что-то задумывать. Может быть даже сделать погребение на учительницу. Очень не хочется, чтобы она здесь стояла и плодила своих маленьких учеников. Ну не знаю. Или же все-таки разыграть бомбу. В принципе, бомба не такая уж важная вещь в матче против Роги. Поэтому здесь можно с спокойным сердцем отдавать ее. Ну и я уверен, что есть еще и вторая в колоде фаербата. Поэтому если уж она пригодится, то будет рано или поздно. Да. Погребение на Белшера. В принципе, намного лучших вариантов можно и не дождаться. Сержант. Ну что, будет сержант разыгран после ножей. Или же с помощью своего даггера под контролем. Пират с маслом. Интересно. Пират пробьет в лицо. А своим даггером, наверное, умрет зомби. Так и есть. Полный хп теперь у разбойницы практически. Есть на столе пират 5.1, которого забрать вообще никак нельзя. Ну что, будет неужели тратить ШВД на пирата? Ну, в принципе, это нормально. Нет здесь в колоде Роги других существ, где бы пригодилась эта ШВД. Может быть, даже и неплохо, что оказался такой большой пират. Ну что, и Акалит. Акалит, наверное, также умрет вслед за зомби. Что, будет ли здесь? Обязательно как разыгрывать учительницу с сержантом вроде темпа. Как по мне, это довольно-таки приличный ход. Действительно, это страшно. И у Преста всего лишь 4 карты на руках. И я думаю, может и не найтись ответа. Хотя кто знает, никто не отменяет топ-дек Ауки-Найки. Правда, действительно, в чате пишут. Амнезиак слишком короткий для камеры. Действительно, совсем он не выпадает. Может быть, согнулся. Тратит даже 1 Блэйд Фьюри. Видимо, считает, что второй, если есть в запасе, то все довольно-таки неплохо. Ну, кстати, возможно, он прав. Также он получает еще и токены бесплатно. Это всегда приятно. Интересная колода у Файрбата. Он играет еще и Гулю. Ну, что, Пирамант. И бафает его Виленом. Ну, что, теперь подхил Пираманта собственно и пропас хода. Нет, даже не хилит Пираманта. Считает, что это не нужно. Посмотрим, будет ли он прав. Ну, что, скорее всего, сапой будет этого Пираманта в руку обратно. Тем самым уничтожая Вилен. Да, действительно, сап уходит. Также он создает еще одного ученика. Вполне все неплохо у Роги. И я думаю, что он здесь додавит. Огромное количество карт у него в руке. Огромное количество вариантов розыгрыша. А вот у Фейербата проблемы. Играет он по такой же схеме, как и на прошлый ход. Оставляет Пираманта. Жаль, что учительница еще и живет. Здесь нужно действительно все обдумать. Посмотреть, как очистить этот стол наилучшим образом. И выставить ли мощного Ван Клиффа под конец. Может быть разыграть Лодхева. Нужно посчитать под мани. Думаю, здесь я не удивлюсь, если нельзя подумать до фитиля. Ну что, бэкстаб. И дальше накинет яд. Лодхип и Агент, как я понимаю, тоже выйдет шлифанят. Нет, все-таки решает выпустить огромного Ван Клиффа 8 в 8. И вот сейчас нет ШВД ни проблемы. Ведь Лодхип еще и блокирует заклинания. Действительно, очень-очень серьезные проблемы. Ну, наверное, нужно разыграть ту холли новую прямо сейчас. и убить Ван Клиффа. Скажем так, этот топ-дек был вполне себе классный. Выживает только Лодхип 5-1. Ну и один хп, наверное, не даст ему долго жить. Ведь Гуля на следующий ход заблокирует его. Ну что, масло нужно сейчас наверное разыгрывать. Интересно, или все-таки сначала ударить и масло кинуть на новый даггер. Ну тогда нельзя будет разыграть сержанта. В общем, в любом случае не решил он полностью не разыгрывать масло. Скорее всего будет разыгран томб и что-то вот еще. Или отдаст фен, или выпустит сержанта. Нет, сержанта выпускать не хочет. Видимо, боится второй лайт-бомбы сделать ее еще более прибыльной. И плюс действительно играется Гуля. Да, Борс с помощью щита сразу же идет. Да, это Мориэль. Мориэль неплохо, можно будет подхилиться, но лучше бы, конечно, был бы какой-нибудь ремовал. Дополнительный хил. уже боится умереть фаербат. Ну что, смотрим, как заканчивается партия Амнезиак. Я думаю, сейчас он сразу же изменяется Лотхебом, а потом как-то сержантом подконтролит Мориэль. Нужно, наверное, и сыграть клинки сначала. Во-первых, клинки активируют все серии приемов, ну и еще можно топдек на что-нибудь приятное. Да, уже практически всю колоду перекрутил у нас Амнезиак. Да, действительно, сейчас очень-очень много урона получает. 8. И на следующий ход уже летал. Нужно ловить сейчас наверное Аукинайку. Нет, Аукинайка не приходит. Да, действительно, вот в такой манере Рога выигрывает эту партию. Амнезиак повел. Буквально 2 минуты перерыв и врываемся на следующий матч. Посмотрим, какие классы остались. у Амнезиака получается остается Варлок и Воин. Интересно, оставит ли своего приста на следующий матч Файербат. Так. Ну что, зоулок против того же приста. Ну, посмотрим, удастся ли присту захватить начальное преимущество. Есть для него все предпосылки к этому, вернее, есть все предпосылки к этому и выходят ранние зомби. А тут ответ наверное будет только лишь педлер. А нет, сразу же хочет разменяться. Ну, не боится он там, что, не боится там, что есть щит. Ну, действительно, делать нечего, Файербату нужно размениваться. Что выставляет Гулю. Гуля здесь смотрится вполне неплохо. Может она выйти очень успешно. Плюс следующий ход скорее всего будет Акалит. если не захочет разыграть через монетку что-то другое у нас Файербат. Ну, и тут Ага. Ну, выходит бум довольно-таки серьезная по мани карта, так что Soul Fire не хочется сейчас прямо выбрать. Наверное, нужно взять или импа или арчерку. Возможно арчерку. Все-таки имп. Причем имп выходит прямо сразу. То есть такой имп недолгожитель получится. В любом случае умрет он страшной смертью от Гули. Ну, если, конечно, не планирует Амназиак рано или поздно сделает Сайленс. Может быть и есть у него такие мысли просто разыграть Сову и Волка и Дарк Пэдлер сможет подразменяться с Клериком. это будет вполне себе неплохая игра по темпу. Да, конечно же Волка разыгрывает Амназиак. Неплохой стол. Теперь Сова даже становится 3-2. Ну, точнее 2-2, если не считать Вафф. Ну, что, разыграет ли прямо сейчас у нас Аукинайку с Кольцом? Я думаю, это стоит того. Полностью чистит стол. Сейчас нет имплоужена у Зоу Лока, и поэтому Ладно, беру свои слова назад. Есть имплоужен сейчас у Лока, поэтому в принципе ход сделан. Не знаю, что залетает на 2, это неприятно, но как бы то не было. Не выставляет бронящего сержанта. Вот это интересный ход, но может быть он и оправдан. Да, оказался он полностью оправдан. Пироман чистит импов, да еще и добирает карты Соколита. Вот такая синергия в колоде у Фаербата. И смотрим на Томтек. Да, дела плохо, дела плохи. Действительно плохи дела у Зоо Лока. Здесь Прист взял очень хороший темп и справиться с ним будет действительно очень-очень трудно. Бой Двокер ну скорее всего в любом случае погибнет от пироманта. Посмотрим тут будет важен еще топ дек. вот так хочет сыграть. Здесь можно подумать о Боре например разыграть Элизу а потом похилить пироманта ну точнее наоборот конечно же чтобы Элиза не получила лишнего урона. пироманта разменяется как я понимаю и еще и околит разменяется с сержантом. Смотрим на топ дек клирик ну Элиза смотрится вполне неплохо 4 маны такие классные статы но самые приятные вещи конечно же не это самое приятное то что в фаербат в руке есть и швд и погребение а это значит только лишь одно что в лейте амнезиаку будет очень и очень непросто ну наверное все таки погребение можно истратить сейчас потому что бум очень качественно смотрится дополнительно слотом в колоде да так играет фаербат действительно отправляет он бума в свою деку и наверное сейчас нужно подразменяться с пауком ну что прямо сейчас имп и механоусилитель или же имп и гигант наверное все таки имп гигант как-то смотрится лучше но посмотреть надо как бомбы полетят если будет разыгрывать гиганта если усилителя то нужно решаться прямо сейчас есть переполняющая мощь это довольно таки круто если сыграть усилителя то если будет виндфьюри то можно будет нанести дополнительный урон нет все таки решается играть морского гиганта ну собственно наверное все в лицо да да решается хранить себе стол но есть ауе поэтому все это тщетно восьмая мана швд смотрится просто прекрасно с кольцом сначала желательно ударить конечно еще элиза выживает это уже совсем плохо нужно тапаться нужно искать какие-то хорошие топ деки ну и яйцо на самом деле по мане заходит вполне себе неплохо харрисон ну что мариэль и хил элизы как-то так ну вообще хил элизы имеет наверное больше смысл чем подхилить себе два здоровья да так играет у нас фаербат еще один тэп сейчас очень важно сейчас бы действительно сейчас бы словить второго морского гиганта и тогда уже можно как-то потягаться посмотрим скорее всего конечно же лодхи будет размениваться с этой лизой которая была похилена и переполняющая мощь пойдет на яйцо действительно проблема только в том что сейчас то есть не хочет у нас убивать с помощью переполняющей мощи элиза возможно рассчитывать на какой-то таунт но много баблов стол сильный действительно сейчас очень сильный стол все так сильно распамлено наверное стоит сейчас играть пироманта как-то хилиться добирать карты интересно почему он выбрал именно паука разбить хочет конечно избавиться от двух пауков но все-таки вот это винфьюри на яйце очень-очень страшно смотрится хотя да в любом случае она умрет я сам ошибаюсь щит все пока неплохо да сейчас разобьется яйцо умрет механа усилитель и на следующий ход еще и лодхип умрет если будет еще один подхил интересно будет ли он брель разумеется разменяется сейчас с нрубом нет действительно просто фаербат решил так не делать и вот она укинаечка а укинаечка значит только одно это гг 1-1 ну классно сыграл здесь фаербат действительно неплохо он одолел зоолока и амнезиак легкая победа в смысле фаербат легкая победа пложен на 4 но это уже все абсолютно тщетно ведь есть аукенайка ну что выставить аукенайку выставить зомби похинять зомби ну это наверное такой немножко бм не думаю что фаербат будет этим заниматься 1-1 1-1 проверим трансляцию все идет ну что есть еще ирога от фаербата тоже она будет смотреться довольно таки неплохо так что наверное матч когда фаербат будет играть воином много что решит может быть даже два воина сейчас схлестнутся и наверное это и будет такой решающий матч нет все таки воин против зоолока да вот этот матч если побеждает фаербат то наверное все таки он выигрывает партию целиком там уже будут приятные матчапы для него ну заход не очень у фаербата конечно хотелось бы ему увидеть наверное огненные секиры укусы и так далее всего этого нет максимум что есть это слэм который наверное он сразу же сейчас потратит если не придет огненная секира а секира не приходит поэтому слэм отправляется импу из Москвы что вот здесь наверное яйцо лучше смотрится чем хотя кто знает тут конечно можно сыграть на опережение колита поэтому наверное 1-2 паук смотрится получше ведь ему можно будет бафнуть бронячим сержантом и тогда он сможет разменяться с околитом да здесь будет легкий берсерк ну а вот в ответ переполняющая мощь или не захочет прямо сейчас убивать этого берсеркера ну скорее всего все таки нужно от него избавиться опасное существо может принести очень-очень много побед переполняющая мощь яйцо вполне себе достойный ход по сути будет уже достойный ход и собственно неплохой стол посмотрим что решит амнезиак не решает он подумать здесь серьезно действительно этот матч очень-очень многое решает нельзя давать вырабатывать легкую победу да действительно играет по мане выставляет яйцо армор смотрится не так уж и плохо на этом столе армор ап разумеется заходит еще одна перевополняющая мощь очень-очень здорово она смотрится тут ну что может быть сыграет все-таки монетку и сержанта с аргусом как-то так избавиться от армора смит сразу же и в принципе сыграть по мане ну и на спамят стол да действительно паук разменивается с армор смит и этот стол смотрится вполне себе мощно и уже фаербаттл мало-помалу надо задумываться о том чтобы это все дело чистить скорее всего придется выставить гулю или же все-таки фаербат задумывается о таком немного йолло-плее сыграть патрона сразу же тяжело сейчас патрону нету никаких потасовок разумеется в колоде такого воина поэтому весь этот наспамленный стол уже чистится только раскрутками по сути и это немножечко тяжеловато на что выставить ли все-таки фаербат патрона да рискует к сожалению там есть переполняющая мощь она будет наверное разыграна на яйцо это будет смотреться очень-очень мощно ну что нужно сначала тэпнуться наверное посмотреть что там выпадет потом уже крепко пододуматься и тут жанглер что решает все-таки сделать сову сову и разменяться своими покоцанными существами затем выставить просто воидуокера ну решает что переполняющая мощь пока все еще нужна плюс избавляется он своих мелких существ ну не знаю правильный это ход я думаю мазиаку здесь виднее ну что крошеры гуля или крошеры армрап наверное армрап смотрится получше можно оставить гулю под патрона ведь вышла только что сова и наверное второй совы уже нет вот и жонглер вот и механо усилитель ну и смотрим что тут у нас будет два бабла нет ни одного винфюри скудно скудно действительно а нет есть винфюри есть винфюри на 3-2 жонглера и да это действительно очень мощно если он выживет то это будет очень очень сильно есть переполняющая мощь там может выйти лютейший урон просто 4 на 2 умножаем 8 3 на 2 6 и это только 8 плюс 6 с одного жонглера в один ход и все это за одну ману без регистрации смс было бы 8 ман смотрелось бы все великолепно в этой партии фаербата нет пиромантов которые могут чистить этот стол здесь такого разумеется нету и намного тяжелее играть возможно сейчас стоит сделать добор сыграть немного опрометчиво не выставлять патрон патрона с гули агайн рейдж ну все таки тогда уже можно и гули отдать и отдать ее под околита ох все равно тяжеловатая ситуация посмотрим если здесь летал вообще 2 4 6 6 плюс 14 да здесь есть летал ну поздравляем поздравляем фаербата смог он ой смысле амнезиака он смог победить патрона своим золоком неплохо ему заходило на самом то деле ну и у фаербата не нашлось должных ответов не было у фаербата на самом деле сначала никаких оружий ни огненных секир ни укусов ведь они очень-очень важны особенно в мидгейме мы видели что было два патрона в руке ну тяжеловато конечно побеждать когда нет такой поддержки ну что мрога и патрон я не знаю наверное стоит взять сейчас может быть рогу сравнять счет сначала фаербату а потом уже выходить патрона на патрона и биться в честном бою да действительно фаербат хочет продолжить сначала победить своим рогой мы знаем что рога действительно играет намного намного лучше против патрона нежели в смысле нежели кто нежели тот другой патрон так ну что пропускаем ход здесь отличные отличные карты у аннезиака я думаю можно выставлять и армор смит затем это в принципе гулю гулю наверное можно сэкономить сохраняет в руке фаербат два заряда не тратит вот и гулю заходит и на рейдж да здесь все идет к тому что будет ранний патрон и самое интересное это не то что будет ранний патрон а то что нету никаких усилений оружия и самое главное то что нету веера клинку не веера а как называется ну который разрушает оружие что-то я совсем уже поплыл что-то я совсем уже поплыл blade fury да а вот и масло ну и что пора спамить патронов надеяться что не зайдет то самое злоболучное blade fury нет не спамят играет шредера интересная игра сапает крошера играет по мане сержанта неплохо смотрится потратили оружие у нас на нет не будет тратить оружие просто немножечко подбивает арану смит так и так она умрет от раскрутки еще один крошер точнее тот же но уже заново не хочет выставлять патронов нельзя интересно с чем это связано боится разумеется наверное он blade fury учительница монетка и что и банк лиф или веер да граждан фен что у нас топ дека зайдет а вот и blade fury ну и собственно easy game ну я думаю конечно тут стоит сдаваться прям но сейчас будет полная зачистка стола будет много патронов как я понимаю и потом будет легкая blade fury и конец ну что такой такой будет исход но зяк думает как бы обойти эту ситуацию лучше всего но конечно конечно же здесь очень хорошо смотрится вот эта игра тратит казнь не хочет отдавать вторую раскрутку хочет продлить жизнь крошеру ведь у него есть такой нужный предсмертный хрип даже так хочет сыграть blade fury дальше отдать потрошение и сохранить жизнь агенту ну неплохо неплохо и очень сильный ванклиф на которого сейчас не будет никакого ответа одна казнь ушла ну что десбайт десбайт в лицо наверное выставляем корсара и легкий арморап и вообще корсара не нужно выставлять тут надо задуматься корсар наверное выглядит сейчас слабовато потому что легко может агент разменяться с ним наверное нужно сделать арморап и пропустить этот ход интересно он даже тратит раскрутку только ради того чтобы убить агента вот этот ход немножечко мне непонятен почему сейчас нужно было тратить раскрутку ведь на следующий ход в любом случае можно было бы так же убить только потратив при этом ненрейдж ну не знаю не знаю может быть играет он громоша и ждет его айнарэдж как раз даст ему 12 хп ну в смысле 12 атаки совсем путаюсь надо заканчивать уже потихонечку убивает дракона выставляет корсара что арморап наверное возьмет секирон в руку да наверное все таки играет громоша и будет ждать его лодхип и учительница мощнейший стол сейчас еще и при этом бьет в лицо с даггера ну смотрим самая важность сейчас здесь остается это топ деки слэм наверное можно сделать слэм учительницу или же отдать его над под контроль ванклифа ну тут интересная на самом деле ситуация в принципе слэм сейчас может дать важную карту ну тут рассуждать можно в разных ключах посмотрим какую себя игру выберет в принципе по большому счету возможно уже летал на следующий ход на 11 12 13 14 плюс масло на 8 на 6 то есть 20 21 ну пока летала нет еще неизвестно что там стоп дека зайдет конечно же может быть он и будет в любом случае нужно уже что-то делать да все-таки отдает на рейдж и армора в конце концов громуши можно и слэмом активировать бэкстап спринт спринт крошер еще один спринт еще один бэкстап и фен не самые лучшие топ деки на самом деле для этой ситуации наверное просто сделать эквип и пробьет в лицо на целых 8 урона на следующий ход уже будет планировать тот самый летал и топ дек батл рейдж ну нужно его кастовать сразу же и смотреть что из него выпадет ну решается отдать слэм затем батл рейдж и белчер ну вот наверное белчер и появится опять куда-то уплыл с камеры амнезиак интересная ситуация у нас вархон играл фаербат ранее но теперь переметнулся амнезиак как раз в зале вархон перед мейджером американским да все таки решил даже разбить нету сапа но есть так бэкстапы важно как полетит масло попадет ли оно в сонного ученика да так выпадает ну что бэкстап учительницы подбить еще один бэкстап и летал да 2-2 увидим все таки еще одну партию будет играть патрон против сейчас увидим я уже подзабыл патрон против патрона ну да действительно честное завершение матча патрон против патрона что уже говорить конечно здесь много будет зависеть от захода но мир матч что может быть честнее в конце до концов по сути будет очень интересно давайте посмотрим сразу же на мулиган самое важное огненная секира в принципе есть думаю амнезиак в свою очередь оставит обязательно укус стреляет он шредера играет он с монеткой в принципе можно и оставить шредера а вот внизу было все абсолютно заменено нету патрон нету патронов самих это пока делает матч практически равным только появятся раскрученные патроны уже будет тяжеловато играть дальше оппонент у кого их нет ну что берсерк да уже есть стол какой-то у фаербата в ответ наверное будет взят укус на следующий ход есть выход в крошера причем еще и в пирата да пират конечно же не разыгрывается тот ход смысла его разыгрывать сейчас нет именно под секиру а вот здесь будет разыгран и армор смит и пират если это будет раскрутка то жаль что не ранен сам герой у фаербата так бы он мог добрать две карты так ну что же здесь придумать ну крошер и пират смотрится на самом деле наверное лучше всего нельзя никак убрать этот таун не отдав при этом укус нет ну можно но конечно с серьезными затратами ну что да все таки играет крошера и пирата единственное что вот я до конца не понял видимо не хочет отдавать у нас укус считаю что он очень очень ценен на самом деле с ним легко согласиться ну что слэм приходит громош и наверное нужно добрать две карты да или три если выйдет существо не такое большое да смотрим энерейдж и патрон ну да добираем с помощью пирата на самом деле здесь действительно не повезло выпало бы что-нибудь с двумя атаками или с одной атакой это наверное процентов 80 85 и тогда можно было бы добрать три карты и патрон в смысле пират бы выжил и тогда все смотрелось бы намного лучше ну что нужно смотреть что выпадет из крошера и выставлять своего или гуля с околитом тоже такой интересный момент ну что еще раз киберспорт нет на этот раз таск мастер где он был в прошлый раз ну что крошер крошер и гуля да значит если он раз раз изменяется то скорее всего это будет гуля нет арморап просто отдал арморс митку так как она в любом случае могла умереть просто от укуса нет патронов нету где же они нет этого социального уравнителя тут выходит просто белчер без всяких но есть бум видишь седьмую ману видишь бума в руке собственно разыгрываешь единственное что это конечно все под десбайт не очень приятно причем активированный десбайт ну других вариантов особо нету фаербата немножко отстает по темпу есть казнь поэтому здесь не такая страшная ситуация как же не хочет давать аназиак свой укус я думаю сейчас задумался над тем как бы сделать раскрутку с руки наверное тоскмастером сначала подбить крошера а потом уже сделать раскрутку нет даже все таки тратит десбайт ну что и казнь конечно же приговорить бума очень много карт очень много всего полезного случилось ну приятно хотя бы то что бомба залетела на 4 и убила белчера это конечно же приятно а вот и вторая приятная новость заходит патрон но придется отдать inner rage на другие цели нельзя отдать жизни вот этому огромнейшему берсеркеру поэтому армор смитка должна здесь пострадать ну что здесь арморапица или все таки выставить гулю ну что пропускает не хочет никаких условиях давать лишние карты оппоненту а вот и патрон патрон с той стороны да не безинтересный матч не безинтересное развитие событий здесь может случиться еще что угодно вот он добор и патрон разыгрывается раньше с другой стороны что еще слэм конечно же да не очень приятно действительно не очень но есть укус активированный есть громож поэтому все еще можно поправить ага есть экзекьют а это уже проще можно уже начинать раскручивать своего патрона в ответ действительно хороший топдек действительно хороший причем патрон будет разыгран с околитом ну или с гулей тут вот надо подумать на самом деле как лучше сделать ведь в ответ тоже может полететь громож возможно гуля получше будет здесь смотреться не нужно жадничать и вот надеется еще на этот добор гуля смотрится шикарно и обойти оппоненту никак нельзя нет никаких сайленсов и вот такая проблема сейчас у амнезиака справился файрбат с его патроном и тут уже можно загрустить скорее всего слэмом удастся подконтролить одного патрона не дать ему жизни посмотрим рейдж батл рейдж и смотрим какие топ дайки придут гуля еще одна раскрутка и топор секира ну что ну слэм в любом случае нужно отдать абсолютно в любом случае возможно уже акс тоже нужно потратить неважно что патрон раскрутится он так и так раскрутится при всех но но лучше сейчас самому убить тагулю чем увидеть околита или может быть еще одного патрона вот так что ну пока не точно не победа точно не победа вот энер рейдж отлично он здесь заходит ну что энер рейдж на раненого патрона или нет на 3-3 патрона и армор ап очень грозный стол и как с этим справляться пока непонятно конечно же наверное выбежит граммаш и казнь убьет граммаша оппонента как-то так и топором можно еще и подконтролить останется а нет на самом деле как-то я скептически сфильнюшком отношусь к ситуации амназиака все у него довольно таки неплохо и я бы сказал очень-очень неплохо этот граммаш практически выиграл игру да и тут наверное рано я начал хранить меланхолию распускать амназиак может и победить причем запросто есть у него еще один топор не переживет у нас патрон и собственно практически гг нету граммаша и 11 урона никак не снести оппоненту причем этот граммаш еще должен как-то раскрутиться ну все теперь уже остается дело за малым раздумать правильно как и что выставить как и зачем подконтролить и можно потихонечку заканчивать да берсерк бафнется поэтому у него уже не будет две атаки будет целых пять и собственно околит не сможет набрать больше чем нужно без байт 10 15 16 17 17 урона слишком много поэтому нужно наверное нужно добирать карту с околит с околит единственное что кого бить и размениваться ли сначала околитом или же сначала добивать окоса очень непростая ситуация тут уже такие раздумия на грани фола как бы вытащить эту партию ну что надо брать окус разбивать берсеркера и околитом биться граммаша скорее всего искать вторую казнь потому что одна уже уходила как-то так вспоминает фаербат видимо сколько казней что может помочь может быть какая-нибудь да нет не знаю кроме казни наверное ничего не хочется увидеть даже не разбивается а это значит только лишь одно нет не значит пока летала нету патрон появляется ну что как я понимаю сейчас выйдет этот патрон и он раскрутится под армор смита а может быть просто выйдет армор смит с даже две армор смит причем две еще гуля выйдет под этих двух армор смит это все раскрутится и прибавит армор ну то есть как-то так даже считает что не нужен никакой армор просто можно поставить гулю и в принципе ничего не будет угрожать абсолютно прав выходит здесь патрон но это уже ничего не меняет да gg 3-2 амнезиак побеждает шикарная игра на самом деле мне очень действительно понравилось игроки думающие очень очень хороший матч ну что уходим мы пока на перерыв не расходитесь далеко I would say, and I was really impressed by that last match.